вот сложила вещи которые завтра мы наденем так чемодан с собой вот вещи собрала туалетную бумагу дождевики обязательно на всякий случай так то вот лосины там всяко разно кофту на всякий случай шапки бейсболка мне климу так лимкины вещи не хочу много брать зева двое шорт и двое штанов себе двое лосин даже одни лосина одни штаны а вот если будет жарко над быть шорты нам взять сейчас крема теплые зимние штаны зимняя куртка себе штаны теплые брать не буду зева пуховик шлепки днем будет жарко все буду складывать чемодан собрала поход на конфетки взяла шиповник заварила шиповник водичка с лимоном что еще вот кашку взяла себе крем потому что мы не завтракаем так рано вот думаю как бы черешни забрать все собрались мои котики удачи хорошо отдохнуть поцелуй поцелуй я вас все мы тут с вовчиком да ну тут с вовчиком нормально все будет впереди нашего нашего пирожка мы приехали это наш автобус такой комфортабельный пока никого нет клим тут чуть-чуть обезьянитель мы как всегда первые приехали к нему так повезло тут еще и завтрак раздают как самолете ну как вкусно ты сразу с низом хватай йогурт на миндальном молоке вкусненько еще нам смузи вот далее или груши петрушка и банан то что надо клим как красиво да водичка сфоткаешь меня как можно было загадить все в бутылках с климатиком так круто одной мне не было бы так весело но хорошей девчонки фоткаются такая красота вода изумрудная хочется искупаться могу оторвать глаз Клим куда-то вперед ушел нет станы снимает и низкого роста ты сейчас все намочишь снимай а смотри здесь мальки хочешь футболочку сними полностью окунись хочешь давай снимай ну-ка давайте снимаем блин холодненько ну да но окунуться надо контрастный душ ай ну блин у меня трусы да сменим трусы ай ну все хотя бы умойся умойся личико умой хорошенько все да блин а клим без внимания не остался магазинчик тут такой местный тут даже город оказывается такой мини город поселок тут Саня звонит хотела фрукты купить тут короче плашной глютен и сахар и вот еще мы с Климом пойдем в туалет пошли смотреть интересно тут так что-то он сушит интересно тут у них картошка растет пластиковые плашки да пойдем Клим сюда сюда аккуратно дорога была нелегкая после автобуса мы пересели на джипы и еще впереди было примерно часовое путешествие по бездорожью Клима очень сильно укачала вот мы и разместились доехали вот такие вот у нас палатки красота когда мы приехали его мутило болела голова я честно признаться немного перепугалась несмотря на то что он в дороге два раза спал он проспал еще три часа в палатке перенесла все вещи в палатку сейчас кажется дождь будет Клим спит я уже расстелила один спальный мешок приготовила куртки дождевик палатка закрывается сложно не знаю будет ли сюда попадать вода но главное что вот здесь у нас мы приехали в базовый лагерь на высоту 2200 метров над уровнем моря здесь обычно живут альпинисты для климатизации перед восходом на гору Антенгри вот темнота блин страшно нет 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 поверх поверх это чистые носки я тебе дала поверх этих давай тебе легче? чуть-чуть все равно болит да? ну ничего пройдет надевай что мы ты в курсе что надвигается буря? шутка одевай кофту нет не шутка кофту одевай вон с другой стороны с другой отлично как раз через 15 минут кушать нет вот сначала кофту одень да блин это намек что это намек что я то чувствую район Алтай а вот тебя и зовут микрорайон Алтай ну клим не надо так тут такие старинные фотографии на этих фотографиях Казбек Шакимович Валиев первый казахстанский альпинист покорителя Вереста человек шагнувший в космос не покидая земли живая легенда казахского СССР в 1982 году из 50 лучших альпинистов СССР выбрали всего 12 и Казбек Валиев вместе со своим другом Валерием Хрещатом тоже был в этом списке два года они проходили жестокие тренировки чтобы доказать что они готовы к самой высокой горе в мире кроме очень сложных подготовок их ждала высота 8000 км никто не знал как поведет себя организм на такой высоте там воздух режет горло ветер намного сильнее чем на земле и природа сильнее человека тема альпинизма очень заинтересовала меня в горах без цивилизации нет понятия мое, твое здесь совсем другие правила горы навсегда сделали Казбека Шакимовича своим почти все лето он живет на перевалочной станции Каркара и мне довелось быть лично знакомой с ним я этим очень горжусь таких не встретишь на улице такие вообще наверное только в горах и бывают им можно доверить жизнь и она точно не пропадет за пустяк они как скалы могучие и очень надежные и совершенно непонятные нам прямоходящим и суетящимся наконец-то у Клима открылся аппетит как раз его любимая лапшичка очень вкусный лагман с капустой а я не умею жрать колбасу скажи мне как есть арбур я не умею его есть ты что такой деловой давай зубы я не умею есть арбур научи меня его есть короче подожди я зубы почистю вот она пришла мы легли спать в одежде укутавшись в спальные мешки и согрелись только после того как прижали друг к другу Клим конечно же спал крепко ночь была очень холодная шумная мне казалось что кто-то ходит по нашей палатке кажется что я не сомкнула глаз той ночью хотя точно периодически проваливалась сон разные мысли посещали меня это был мой первый опыт ночевки в палатке и мне сначала не очень понравилось честно признаюсь нас ждет темная и холодная ночь впереди завтра будет другой день спасибо что посмотрели это видео всем пока пока и